Всем привет! В прошлом видео по SCP-173 я рассказал о том, чем является статуя в нашем реальном мире. Я оставлю ссылку на то видео в описании, если кто не видел. Но в нем я не сказал ни слова о лоре этого существа внутри мира SCP. Так что время делать видео по лору статуи, ведь лор статуи сам себя не сделает. С этим SCP вообще забавно выходит. Есть довольно много информации о том, откуда взялась реальная статуя, но внутри вселенной SCP о том, откуда она взялась, почти ничего не известно. Вернее, много намеков и большой простор для теорий, но об этом потом. Основной файл SCP-173 содержит очень малой информации. Написано, что это статуя из бетона и арматуры, из которой постоянно течет дерьмо и кровь, и на уборку этой смеси посылает персонал класса D, который должен постоянно смотреть на статую, иначе она сломает уборщикам шеи. Эта короткая статья оставляет много вопросов, и прежде всего, откуда она сама взялась, эта статуя. Но так как это очень популярный объект, по нему много лорных рассказов. На десятую годовщину существования фонда как сообщества устроили целый литературный конкурс, для которого написали аж 22 рассказа, которые добавляют много деталей к тому, как статуя вообще существует в нашем мире, как ломает шеи, и какие темные мысли занимают ее голову. Вот такой вот феня популярный. Сразу скажу, что некоторые из этих рассказов чем-то противоречат друг другу, но я не буду обращать на это внимание, потому что, в принципе, это обычная вещь для SCP-вселенной, ведь жесткого канона нет. Мы знаем, что когда-то статуя хранилась в зоне номер 91, и была перевезена в зону 19. Среди связанных с SCP-173 материалов есть такой стих, страница которого называется «Подсказка, что такое SCP-173». Воящем замке у черной луны пять смелых дурней вышли из тьмы. Первый дал плоть, второй выдал камень, Третий – движение, когда не смотрит за вами, Четвертый дал жизнь и разум впихнул, Пятый не дал ничего, он затих и моргнул. Стих начинается с упоминания черной луны. Воет ли черная луна – это стандартный запрос пароля в фонде SCP. То есть этот стих намекает, что статуя сделал сам фонд. А еще в стихе упоминается, что статуя разумна. Так что печенька не так проста. Разум статуи показан в рассказе Хруст. Вернее, показан внутренний диалог самой статуи, где она выказывает свое недовольство заключением и радуется тому, что может хотя бы иногда развлекать себя, сворачивая и ломая шеи людям. Кстати, я так и не понял, откуда люди вообще взяли, что статуя не ломает шею. И в основном файле и в каноничных рассказах написано, что ломает. Другое дело, что как она ломает. В материале «Выводы по инциденту D-173-22-63» написано, что статуя не трогает жертв, и ни одна ее часть не шевелится и не двигается. Из отчета можно сделать вывод, что жертва статуи ломает шею сами себе. Тем, что при приближении статуи, в каком бы положении голова ни была, она всегда поворачивается так, чтобы смотреть точно в глаза бетонному монстру. А учитывая, насколько быстро статуя перемещается, резкий поворот головы и ломает шею. Особенно, если статуя подходит сзади. В рассказе «Хэвэхэт» кто-то подкинул Валентинку с изображением статуи в ее камеру. Показано, что статуя думает не только о том, как ломать шею или сбежать, но и вообще размышляет о разном, о жизни, о людях, о себе. Она постоянно развивается, познавая мир и понимая все больше. А в истории под названием «What I am» статуя доходит до попыток понять себя и свое место в мире, впускаясь в сложные философские размышления. Сам по себе оригинальный файл объекта никогда не редактировался, потому что получил статус каноничного объекта. Поэтому сюжет, связанный с SCP-173, развивается в отдельном файле, который называется «Пересмотренная статья». И главное изменение лора статуи в том, что статуя-то, оказывается, существует не одна. Вернее, изначально она была одна, но затем каким-то образом получила возможность размножаться неограниченное число раз. Так что срачи на тему каноничного присутствия статуи в разных играх теперь не имеют смысла, ведь статуй-то много, на всех хватит. И это, кстати, выглядит довольно логично, потому что реальные статуи, на которых основана SCP-173, тоже изготовлена во множестве экземпляров. Это обыгрывается в статье «The Docks Block», где к оригинальной статуе привели другую, и конец этого рассказа как бы намекает нам, что у статуи все же обычное половое размножение. Статуи много, статуи размножаются, но они и рушатся достаточно легко. В одном из рассказов агент Фонда Смит разломал статую простой кувалдой и нашел внутри нее записку с надписью «Теперь все путем», что, собственно, является слоганом организации аномальных художников ТВП. А теперь по поводу теорий. Намеков на то, что именно Фонд изготовил статуи, настолько много, что и без прямого упоминания этого можно считать это лордным фактом. Ну, потому что, чтобы намекнуть нам, что статуи – это изделие Фонда, авторы уж слишком постарались. Загадкой остается, кто конкретно сделал это и зачем. В том рассказе, где статую сломали кувалдой, упоминается, что это ТВП, которое по сюжету SCP является организацией вольных художников. В рассказе «Ее шедевр» нам дается немного деталей об авторе и самом процессе создания статуи. Автор – это женщина, убившая своего мужа и обмазавшая его труп бетоном, так, чтобы вышла, собственно, статуя. Кстати, в этом рассказе художница становится и первой жертвой своего творения. Секрет создания статуи после смерти, судя по всему, не был утерян, потому что кто-то в Фонде сделал ей еще и подружку. Но самая большая загадка – это почему Фонд раз за разом отправляет персонал класса D в камеру 173 умирать, прикрываясь это тем, что дерьмо и кровь, которую производит статую, надо убирать, ведь само оно себя не уберет. Можно было придумать десятки вариантов автоматических систем для удаления этих субстанций из камеры. Вместо этого ученые Фонда в сотый раз пересматривают видеозаписи с тем, как ломаются шеи персонала класса D и проводят тысячные вскрытия, не получая уже никакой новой информации, так как это все всегда происходит одинаково. Ответа на этот вопрос я в рассказах не нашел, так что пришло время поехавших теорий. Во многих файлах SCP написано, что при помощи статуи Фонд пытается уничтожать разные объекты. То есть статуя Фонда все-таки нужна. Возможно, Фонд понимает, что статуя – это разумная сущность, которая любит ломать шеи, и просто скармливает ей дэшик, чтобы статуе не было скучно. А может, содержание статуи вообще не имеет смысла? Это просто непрерывный перформанс кого-то из Совета О5, на что намекает стих в начале, который еще и по совместительству также является художником из организации ТВП. И в чем же суть этого перформанса? Перед нами сущность из бетона, которая постоянно пытается осмыслить себя и свою жизнь. Но это происходит только внутри нее, никто этого не видит. Снаружи мы видим неуклюжее нечто, производящее только дерьмо, и требующее к себе постоянного внимания, чтобы ее дерьмо убирали, а саму ее мыли, и при этом постоянно на нее смотрели и даже не смели моргать. Похоже, это очень злой степ над многими людьми, считающими себя творческими. Да, SCP-173 – это не монстр и не особые условия содержания. SCP-173 – это высокое искусство. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok